Добрый день, уважаемые телезрители. Меня зовут Светлана Лач. В прямом эфире дебаты в рамках совместных агитационных мероприятий на выборах президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. До президентских выборов осталось 25 дней. Всероссийский центр изучения общественного мнения проводит еженедельные изменения электоральных предпочтений. Так вот, на вопрос, примите ли вы участие в выборах президента, который состоится в марте 2018 года, на данный момент утвердительно отвечают почти 80,5% респондентов. Вот такая высокая политическая сознательность у всех опрошенных в ЦИОМа. Мы уверены, что дебаты на своем ТВ помогут полнее узнать кандидатов и сделать правильный выбор. Мы работаем в прямом эфире и у вас, уважаемые телезрители, уважаемые избиратели, есть возможность задавать свои вопросы участникам дебатов всеми возможными средствами связи. По номеру телефона 8 800 707 0226 в группах СВОЁ ТВ в социальных сетях и на нашем сайте stv24.tv. Итак, сегодня участие в дебатах принимают представители партии, которые выдвинули своих кандидатов. Согласно Жеребьевке, это Либерально-демократическая партия России и Коммунистическая партия Российской Федерации. И их представители это Вячеслав Груднев и Николай Бондаренко. Здравствуйте, уважаемые участники. Здравствуйте. Я для начала напомню порядок дебатов. Сначала вам дается по полторы минуты для заявления позиций и программных установок. Далее семь с половиной минут каждому представляется на обсуждение основных тем, а потом уже вопросы от телезрителей и заключительное слово. На экране будет появляться табло, которое будет подказывать отсчет времени и звуковой сигнал отметит его окончание. Так что, собственно говоря, вы будете знать, сколько у вас времени. Я думаю, все понятно вам, уважаемые участники? Понятно. Тогда переходим к вступительной части. Итак, уважаемые участники, вступительное слово. Заявление позиций и программных установок у вас по полторы минуты. Николай Федосеевич, вам слово. Спасибо. Уважаемые телезрители, я представляю Коммунистическую партию Российской Федерации. Сейчас в партии идет острая полемика, борьба с другими партиями вокруг личности Павла Николаевича Грудинина. И поэтому нашей особой заботой сейчас является то, чтобы разъяснить, что дело не в личности и не столько в личности. Через личность Павла Николаевича Грудинина мы приводим в класть, хотим привести к власти, Коммунистическую партию Российской Федерации. За Коммунистической партией Российской Федерации стоят многомиллионные массы трудящихся. И как минимум 30 миллионов людей, которые регулярно голосуют за коммунистов. И даже не это главное. Главное заключается в том, что коммунисты Коммунистической партии Российской Федерации ставят своей целью смену общественного строя. Капиталистического, односоциалистического. Ни одна другая партия эту цель не ставит. Поэтому и такая яростная атака на Грудинина, на Коммунистическую партию, в том числе и со стороны либерально-демократической партии. Хотя они должны быть либеральными, ласковыми котами-леопольдами. Но они в лице Жириновского почему-то нас больше всех трясут и тупчут. Спасибо, Николай Федосеевич. Уложились вы. Были лаконично в свое время. Вячеслав Олегович, пожалуйста, вам слово. Ваши полтора минуты. Спасибо большое. Здравствуйте, дорогие друзья. Совсем немного времени остается до выборов президента Российской Федерации. И я вновь приглашаю вас прийти на свои избирательные участки и проголосовать за Владимира Вольфовича Жириновского. Кандидата, которого представляет мой оппонент, мало того, что долгое время не состоял в политической партии, которую он представляет, так еще и меняет политические партии как перчатки, когда ему это выгодно. Сегодня личность кандидата моего оппонента довольно спорная. Он, знаете, в наших кругах мы ласково называемого кандидат клубника, потому что красный снаружи, белый внутри. Красный, потому что вроде несет в массы коммунистические ценности, а сам по факту имеет многомиллиардные счета за границей и владеет закрытым акционерным обществом. Дорогие друзья, многие из нас с вами жили во время Советского Союза, видели эту коммунистическую пропаганду, эту идеологию. Сегодня уже закончилось время коммунистов, настало время ЛДПР. И поэтому я приглашаю вас еще раз проголосовать за Владимира Жириновского, за Жириновского, за великую Россию. Спасибо большое, Вячеслав Олегович. Вы тоже были лаконичны, уложились с лихвой в свое время. Напоминаю, уважаемые телезрители, это были предвыборные заявления. И сейчас мы переходим к основной части наших дебатов. Итак, я напоминаю, уважаемые телезрители, что в прямом эфире дебаты в рамках совместных агитационных мероприятий на выборах президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. Впереди их основная часть, собственно говоря, непосредственные дебаты. Уважаемые участники, мы вам предлагаем на выбор 6 тем. Я их сейчас озвучу. Это экономика, образование, здравоохранение, гражданское общество, комфортная среда и Россия, устремленная в будущее. Уважаемые участники, впереди, как я уже сказала, 15 минут на обсуждение. 6 тем вам на выбор. Выбирайте тему. Дискутируйте, задавайте вопросы оппоненту. Вячеслав Олегович, предлагаем вам начать. Ну что ж, давайте выберем экономику. Они вчера уже поговорили, ну и продолжим сегодня. Давайте. Тема, тем более, я думаю, касается каждого из нас с вами. Начинайте. Мы предлагаем изменить некоторую экономическую систему. Во-первых, нам нужно сделать упор на наше малоимущие население. Это в первую очередь пенсионеры и многодетные семьи. Поддержать их, помочь. Как мы можем это сделать? Во-первых, необходимо национализировать многие наши торговые сети. Во-первых, для того, чтобы обеспечить их нашими российскими продуктами. Во-вторых, чтобы произвести политику импортозамещения, о которой сейчас много все говорят. Нужно усилить работу в этой сфере. Также необходимо восстановить загубленную промышленность, которая в 90-е после распада Советского Союза была просто уничтожена, разграблена, разворована. Сейчас нужно восстановить эти заводы, фабрики и производство для того, чтобы вновь усилить нашу экономическую мощь и на международной арене повысить наши возможности. Национализировать производство алкоголя, табака и сахара. Это принесет в бюджет Российской Федерации порядка 30% от действующего бюджета. И позволит нам направить эти средства на различные сферы. Это и техническое развитие, это и поддержка населения. А также мы стремимся к тому, чтобы начать строительство государственного жилья. Малоэтажное государственное строительство позволит увеличить спрос у среднего слоя населения Российской Федерации и увеличит количество покупаемых квартир. Это позволит нам добиться увеличения рождаемости в стране. И такими темпами мы сможем вывести нашу экономику на новый уровень. Спасибо. Есть ли у вас вопрос по теме экономики к вашему оппоненту? Я думаю нет. Может быть он сейчас расскажет и тогда появятся вопросы. Николай Федосеевич, пожалуйста, продолжите. Можете тему экономики, можете свою тему. Я сначала сделаю оппонирование некоторое. Ну вот Владимир Владимирович Путин был красным, стал белым. Что ж удивительно в том, что белый капиталист стал красным. Это совершенно нормальное явление. Он посмотрел, развивался в политическом отношении. Поэтому нормально. Коммунисты всегда стояли на том, что надо рекрутировать своих сторонников во всех слоях общества. Даже на втором съезде РЗРП ставился вопрос о том, чтобы агитацию вести даже среди религиозных деятелей. Теперь, что касается экономики. Понимаете, нельзя решить никаких вопросов в области экономики, не пересмотрев экономический базис общества. Экономический базис общества сегодня составляет частная собственность на средства производства. И никто, одна партия, ни одна партия не отрицает этот факт. Мы же, коммунисты, предлагаем вещи, которые давным-давно известны и от которых никуда не уйти. И хотя бы одну эту рекомендацию реализовать. Национализация основных, добывающих сфер экономики. Социализация. Индустриализация новая, как было написано в документах. Коллективизация. Советизация. Собственно говоря, есть опробированный опыт успешного развития нашей страны в советскую эпоху. Ведь сколько лет прошло с 1991 года? Почти 30 лет прошло. Большевики за это время вывели Россию во второе государство Европы. Первое государство Европы и во второе государство мира. Что сделала эта власть? Что сделала эта власть? У нас были пятилетки. Мы шагали вперед, по ступенечкам вверх. Мы сейчас занимаем сотые, двухсотые места в разных сферах. Ведь провал чудовищный, очевидный. Здесь молодой человек, Вячеслав Валерьевич, говорит, что мы жили при советской власти. Вы знаете, что кто жил при советской власти, трудился, он ей не изменит. Потому что для трудящихся лучшей власти и лучшей экономики нет и не было, и не будет, видимо, если мы не победим. Спасибо, Николай Федосеевич. У вас есть право выбрать тему образование, здравоохранение, гражданское общество, комфортная среда, Россия устремленная в будущее. Ну, я хотел бы взять Россия устремленная в будущее. Проблема заключается, это не мупрёк, проблема к обращению к президенту, к Единой России. Господа, скажите, что в России мы строим? Когда нам объяснят, какое общество создаётся? Каковы приоритеты этого общества? Когда президент заявляет, Россия вперёд, когда пойдутся песни, Россия вперёд. Куда вперёд? Мы же пристроились в хвост к самым слабым экономикам мира. Катастрофически падает наш экономический потенциал. Объясните, куда это вперёд? Ведь согласно Фукеяму, это японский учёный, он говорил, что история закончилась. Есть демократия, есть частная собственность, есть конкуренция, есть предпринимательство. Чего ещё для счастья надо? Поэтому, если Вячеслав Олегович сумеет объяснить, куда это вперёд? Кто там будет процветать? Что это за цивилизация? У коммунистов есть ответ на этот вопрос. Общество, в котором развитие каждого является условием развития всех. Не должно быть несчастность, что Платон говорил об этом. Идеальное общество, где все счастливые. Вячеслав Олегович, от консерваторов к молодёжи, либеральный вопрос. Ну смотрите, движение России вперёд возможно только вместе с ЛДПР. Потому что сейчас мой оппонент предлагает вернуться к старому, вернуться к прошлому. Вернуться, чтобы у всех отобрать опять всё. Национализировать, забрать. Мы же предлагаем забрать, только взять крупные предприятия, которые бы работали, приносили средства в доход государства. Сейчас нужно... Лучше отобрать. Ну что значит отобрать? Взять, пересмотреть итоги перестройки, итоги действий советской власти в целом. Чтобы получить действительно правильные варианты развития страны дальше. Чтобы вернуть людям те производства, которые нужны. Чтобы была нормальная, развитая экономика. Сейчас движение России вперёд обуславливается нашим развитием как в международной сфере, так и здесь на территории страны. Нам нужно объединить регионы в более крупные. Это 30-40 регионов. Вчера тоже об этом уже разговаривали. Чтобы более оптимизировать. Нужно давать дорогу молодёжи. Сейчас довольно сложно попасть молодым людям в органы власти, например. Если в ЛДПР самая молодая фракция в Государственной Думе и в целом самая молодая партия. То есть я имею в виду по возрасту. Хотя в России она самая пожившая 30 лет нам. Будет через 2 года. Вот. Поэтому сейчас необходимо дать развитие молодёжи. Чтобы молодые люди могли занимать посты в руководящих органах государственной власти. Местного самоуправления. Чтобы мы могли слышать молодёжь на более высоком уровне. Не то, что нам рассказывают, что молодёжи нужно это. Вы спросите у молодёжи, что нам нужно. Что нужно молодым людям. Что вам нужно? Сегодня нужно, чтобы можно было иметь нормальную семью. Чтобы можно было её обеспечить. Чтобы человек работал и получал достойную зарплату. Не те 11 тысяч, которые нам предлагают, чтобы мы начали получать с мая минимальный размер оплаты труда. А не менее 20 тысяч. Чтобы не было огромных налогов на все эти суммы. Чтобы молодой человек мог прийти спокойно купить себе квартиру и обеспечить жильём свою семью. Своих детей, свою жену, своих родителей в конце концов. Вот что сейчас нужно молодёжи. Ну дай бог, чтобы молодёжь только не хотела идти во власть, чтобы просиживать штаны. А чтобы делала реальные дела, собственно говоря. Ещё есть время, чтобы выбрать темы. У нас остались образования. Извините, я пропонирую. Вот то, что говорит Вячеслав Валерьевич, все эти мечты, они бы реализованы при советской власти. Всё это было. Но вы же всё потеряли. Да, всё это было. Ну вы же не жили, поэтому не знаете. Всё это было. И уверен в завтрашние дни, и бесплатное образование. Всё это было. Всё это было. Реализовано. На практике. Всё это теперь. Развалили страну, потеряли экономику. Ну так а кто же развалил страну? Образование развалилось. Кто же развалил страну? Власти были коммунисты. Коммунисты. Если бы коммунисты были власти, мы бы сейчас были первой страной мира. Нас бы Китай смотрел вот так, задирая голову. Ясно, что пришли не коммунисты. А кому же это непонятно? А пришли капиталисты. А что они сделали? Они начали. Ведь то, что создавали заводы, фабрики, нефтепроводы, газопроводы. Ведь они взяли и присваивали в свои руки в узкий круг там. И растаскали по карманам. Вот и всё. А что показал Грудинин? Что показал Грудинин? Грудинин это спасение до России. Он говорит, ребята, ну хотя бы половину прибавочной стоимости отдавайте людям. Вот комсомольцы, шестой съезд комсомола был. Недавно наших четверо комсомольцев ездили. Я с ними разговаривал. Они второй день посетили хозяйство Грудинина. Фантастика. Фантастика. Особенно я как представитель образования недолго преподавал. Школа. Это не сегодняшний день, не завтрашний. Это откуда-то из будущего прошло. Поэтому я уверен, что тот, кто реальные дела Грудинина знает, он, конечно, за него будет голосовать. Спасибо, Николай Федосеевич. Дай Бог, чтобы такое хозяйство было не одно в нашей стране. Вячеслав Олегович. Образование, здравоохранение, гражданское общество, комфортная среда. Давайте возьмем образование. Давайте. Тема на слуху. Вам близка, я думаю. Молодежи, да. Николай Федосеевич тоже знает, что такое образование. Продолжаю обучаться. Сейчас, к сожалению, есть немножечко проблемы в образовании. Это и преступные ЕГЭ, которые заставляют наших детей сдавать. Их не учат логически думать, не учат логически развиваться, а учат только ставить правильные галочки в правильных местах, ставить правильные буквы в тех, где это нужно поставить. Поэтому мы за отмену ЕГЭ. Потому что на сегодняшний день детей ставят, как будто бы они преступники. Их обыскивают металлоискателями, сажают их одних в аудитории. Камеры на них направлены. Но разве это образование на сегодняшний день? Разве это достойно великой державы? Вернуть необходимо бесплатное образование на всех ее этапах. Это и детский сад, и школа, и университеты, и среднее образование. Потому что сейчас начинаются поборы в садиках, берут детей за деньги в садике. В школе постоянные на нужды класса, на нужды школы. Эти средства должны от кого-то браться. Эти средства должны давать муниципальное образование, для того, чтобы не нужно было родителям выплачивать эти средства. Высшее образование. Мы должны всех принимать в университеты, всем давать образование. Каждый человек должен бесплатно получить это образование, поступить в университет, для того, чтобы понять, что ему больше нужно. Он может перескочить с одного направления на другое, выбрать, какое ему больше нравится дело подуша. Это может быть или респруденция, экономика и так далее. Сейчас очень много важных сфер. Это и технологические сферы. На сегодняшний день этого нет. Люди должны, если они хотят, перейти из одной специальности в другую, сдать еще целую кучу экзаменов внутри университетов. Они нивелируются ли, простите, что перебиваю, значимость образования, если человек не будет понимать, что ему нужно доказать свои знания. Поэтому и должна быть система, начиная с детского сада, чтобы человек уже начинал понимать, что ему больше нужно. Если он, например, приходит к тому, что он хочет быть инженером еще в детском садике, школа должна в нем это воспитывать, что инженер это хорошо, что это необходимая профессия. Но знания это свои доказывать в любом случае нужно. Ну, естественно, он должен сдавать экзамены. Если он не может сдать экзамены, то, конечно же, это отчисление. Вы немножко спорите с самим собой, но продолжайте. Образование должно быть. Если он не может сдать экзамен, значит, он плохо учится. Если может, значит, продолжает учиться. Может выбрать другую профессию, которая ему нравится больше, а не ту, которую он не может сдать. И, конечно же, одной из самых важных тем, это необходимо поднять сейчас стипендии. Сейчас молодежь получает около 2000 рублей в месяц. Разве это достаточно для того, чтобы прожить в целый месяц? Конечно, нет. Есть повышенные стипендии, но они тоже не всем даются. Поэтому выбирайте ЛДПР, и будет у нас высшее образование таким, как именно должно быть. Спасибо, Вячеслав Олегович. Диколай Федорович, по образованию. Да, да. Я долгое время преподавал в Ставропольском государственном университете. Потом преподавал в Ставропольском институте повышения квалификации учителей. И я оттуда ушел добровольно, потому что идеи, которые государство диктует системе образования учителю, они антигуманные. Те заявления, которые делаются даже министром образования Фурсенко, был такой, который говорил, что главная задача образования заключается в том, чтобы формировать квалифицированного потребителя. Но как можно учителю вот эту идею, ведь мы создатели готовим, мыслители, творцов, и вдруг надо быть квалифицированным, то есть уметь выбрать, а кто будет производить. Или другая идея, идея успешности, которая навязывается на всех уровнях образования. Понимаете, школьник сидит в классе и думает в третий, пятый, прекрасные года, школьные годы, чудесные, да. И вдруг он смотрит на своих товарищей и думает, это же конкуренты, я же их должен обогнать, я же их должен опередить. Успешность нужна, но успешность должна быть функцией нравственности и функцией образованности. Но конкуренция же повышает результативность, разве нет, Николай Федосевич? Что-что? Конкуренция же повышает результативность, разве нет? Значит, повышает результативность не конкуренция, а соревнования. Это разные вещи. Сталин как-то объяснял разницу между конкуренцией и соревнованием. Соревнование предполагает помощь, поддержку. Я вырвался вперед, тебе расскажу. Конкуренция предполагает, я победил, ты проиграл. Хорошо, давайте соревнованием это называть. Что в этом плохого? Нет, в том-то и разница, что между соревнованиями и конкуренцией ригантская разница. Понимаете? Потому что конкуренция это победить. Во что бы то ни стало. Соревнование, помните... Это тоже победить? Да, победить хорошо. Хорошо, оно не мешало. Соревнование не мешало победе. Победа сидит, стремение сосредоточить в человеке. Но это сосредоточить может принимать человеческие черты, а может звериные. Спасибо большое, уважаемые участники. Достаточно, мне кажется, активными, насыщенными получились наши дебаты. Эта часть окончена, и мы с вами переходим к вопросам от электората. Уважаемые телезрители, к тем, кто только что к нам присоединился, я напоминаю, что это дебаты в рамках совместных агитационных мероприятий на выборах президента Российской Федерации, которые состоятся 18 марта 2018 года. В нашей студии сегодня, согласно жеребьевке, Вячеслав Груднев, представитель политической партии ЛДПР, и Николай Бондаренко, представитель Коммунистической партии Российской Федерации. И сейчас, уважаемые гости, наши зрители задают вам вопросы. Они это делают разными способами. Электронная почта, социальные сети, мессенджеры и обратная связь на нашем сайте. Процедура сбора вопросов максимально прозрачна, поэтому, собственно говоря, сами зрители полнее узнают кандидатов, чтобы сделать правильный выбор на выборах президента. У вас, напоминаю, по две с половиной минуты на каждого. И вот некоторые вопросы, которые задают сегодня зрители. Один вот первый вопрос, позволю себе задать общий для вас обоих. Наши зрители интересуются, знаете ли вы кандидатов лично, то есть Павла Грудинина, Владимира Жириновского, были ли у вас встречи и общения, какие посылы они вам давали? Пожалуйста, Вячеслав Олегович, Николай Федосеевич. Павел Николаевич Грудинин был выдвинут кандидатом в президенты 23 декабря прошлого года. Поэтому он в кандидатах ходит в январь как раз два месяца. Не было у меня личных встреч. Не успел он объехать всю страну громадные. Не было личных звонков. Желание есть, перспектива встречи? Перспектива встречи, он приедет сюда, да и будет перспектива. Можно было в Ростов съездить, но у нас расчет на то, что он приедет на сельскохозяйство, на Ставрополье, тем более, что он... Близкий регион ему. Да, близкий регион, правильно. Спасибо, Вячеслав Олегович. Ну, здесь я отмечу, что с Владимиром Вольфовичем знаком. Когда мы выдвигали его в президенты на съезде, присутствовали там, голосовали за его выдвижение. Когда ездили на съезд доверенных лиц, также общались с ним, поэтому с Владимиром Вольфовичем знакомы. Впечатления? Яркие, самые яркие. Хорошо. А вот с Владимиром Вольфовичем я встречался, как ни парадоксально. Это было в 91-м году, когда он бился за президентский пост. Да, в одном из подмосковных городов. Значит, он приехал на, значит, стареньком-стареньком москвиче. Я это точно помню. Я подошел к Владимиру Вольфовичу, он, конечно, это не помнит. Но я там помню, я говорю, ну, Владимир Вольфович, ну в чем ваша сила, в чем ваша мощь. А он говорит, когда я стану президентом, вот тогда и увидите. Ждем. Вячеслав Олегович, вопрос вам. Вот ряд порталов пишут об этом. Вы не сказали о тезисах, когда говорили. Но, тем не менее, отмечают ряд порталов, что на этот раз умом вашего кандидата Владимира Жириновского явно завладел Дональд Трамп. И проводимая им миграционная политика. Поэтому, победив, он обещает устроить то же самое в Российской Федерации. Вопрос зрители формулируют так. Не боитесь ли вы того, что вот такая вот миграционная политика, да, которая выстроена Трампом, наоборот, оттолкнет от вашего кандидата добрую часть потенциальных избирателей? Нет, ну, послушайте, в первую очередь необходимо предоставить рабочие места нашим гражданам. Сейчас огромное количество людей, которые не имеют работы. Их места занимают мигранты с разных стран, причем большая часть из Азии. Вопросы острые, неоднозначные. Правильно, нужно, во-первых, посмотреть, кто из них здесь нелегально. То есть найти всех, кто нелегально присутствует в стране и, естественно, выслать их, потому что есть федеральное законодательство, которое этого требует от нас. В дальнейшем стену, конечно, с Азии никто не собирается строить, как Трамп с Мексикой. Но должна проводиться четкая миграционная политика, которая позволит нам обеспечить, во-первых, работы наше население российское. Во-вторых, уже позволит где-то в каких-то областях применять опыт и знания товарищей из других стран. Хорошо, спасибо. Я оппонировать, я хочу рабочие места, это хорошо. Но, товарищи и господа, давайте промышленно создавать, не закрывать предприятия. Сколько в Ставрополе было заводов, сколько осталось. Ведь капиталисты молодцы, они умеют банки строить, а заводы они не умеют строить. Большевики умели строить заводы. Посмотрите, не появится рабочих мест, если не будет новое производство. Ведь капиталист в сущности, это промышленник, это предприниматель. Он должен создавать промышленность. А у нас не тот капитализм, у нас не тот. У нас капиталист потребительский, который воровать умеет, а все сидать нет. Так вы посмотрите, наши программы настроены на то, чтобы восстановить производство, которое было разрушено после распада Советского Союза. Спасибо. Вопрос Николаю Федосеевичу. От зрителей хочу тоже задать. Николай Федосеевич, один из пунктов 20 шагов вашего кандидата Павла Грудина звучит так. Наша историческая задача обеспечить возрождение провинциальной России. В частности, один пункт, развернем бесплатное для граждан подведение газа, электричества, воды и канализации к частным домам в малых городах и селах. Ну, во-первых, конечно, сильно пахнет популизмом, потому что где взять на это деньги? Бесплатная годификация, это процесс, требующий затраты значительных. Это я понимаю, даже я, как женщина, немножко понимающая, что это сложный процесс, который требует денег. Где на это брать денег? А во-вторых, вы не боитесь, что жители немалых сел и городов, которые должны будут платить как бы не больше, тоже взбунтуются? Я вопрос понял, отвечаю на вопрос. Где брать деньги? Коммунисты давно уже ответили. Хотя бы одну меру надо реализовать, и вот так нам денег хватит на провинциальную Россию. Давайте введем 13-процентный подоходный налог, прогрессивный подоход. Чем богаче? Ведь во всем мире так делается. Ну почему у нас боятся вот это вот ввести, чтобы чем богаче, тем больше платим? И появятся деньги. И насчет провинциальной России. Это изюминка программы Грудин. Если бы меня спросили, что тебе больше всего мне нравится, я бы сказал, возрождение провинциальной России, в том числе Ставропольского края. Спасибо, Николай Федосеевич. Спасибо, Вячеслав Олегович. Блог на обсуждение вопросов избирателей закончился. Мы переходим к обращению к избирателям. Уважаемые участники дебатов, на данный момент у вас есть возможность обратиться к электорату, к вашим единомышленникам, сказать им самое важное. У вас на это немного времени, 30 секунд, чтобы к вам, возможно, примкнуло еще больше электората. Пожалуйста, Вячеслав Олегович, вам слово. Спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, уже 70 с лишним лет коммунисты правили нашей страной. В начале своего правления они утопили страну в крови, потом они ее разрушили, разрушили экономику и создали население бедным. Поэтому я призываю всех проголосовать за Владимира Вольфовича Жириновского, за кандидата, который действительно способен изменить Россию к лучшему. За Жириновского, за перемены, за великую Россию. Спасибо. Вячеслав Олегович, ну разве можно повторять такие банальности? Так, Николай Федорович, ваши полминуты. Да, полминуты. Я не буду призывать голосовать, потому что для коммунистов они и так проголосуют. Я хочу обратиться ко всем, кто служил в Красной Армии, в Советской Армии. Через день, столетие рабоче-крестьянской Красной Армии. Я поздравляю всех, кто служил. Я отдал армии 44 года. Я призываю всех, кто служил, служит, будет служить, пропагандировать Красную Армию, ее достижения. С праздником! Спасибо большое, Николай Федосевич. Спасибо большое, Вячеслав Олегович. Время сегодняшних дебатов завершается. В нашей студии были Вячеслав Груднев, представитель политической партии ЛДПР. Николай Бондаренко, представитель Коммунистической партии Российской Федерации. Удачи вам, уважаемые телезрители. Я же могу сказать, что дебаты в эфире своего ТВ «Ставропольский край» делают выборы открытыми. А участие в дебатах, напомню, добровольное. Продолжение завтра в 13.00 на своем ТВ. Не пропустите, сделайте правильный выбор. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»